Сопунин 43 против 57 Они, видимо, мало играли Если любишь, отпусти Хорошо, да, пони Да, если любишь, отпусти, это хорошо Это и про любовь, и про усы Орк победит, говорит Гроулер Гроулер опять за орков топит Ладно, хорошо, смотрим Хитман только что разобрался со Спаррелом, но не считается Не считается за нормального эльфа Орков-то нет нормальных за пределами Кореи Только что Соколик Соколик, Граби Кэш немножечко Привет, ты слышал о корейке Даша? Почему такие крыжевые персонажи, популярную молодежь, как думаешь? Не слышал, но когда Но чем ярче, тем запоминающиеся Чем более отходят от поведения нормального Тем более привлекательны, больше пользуются уважением у молодежи Это стандартная тема, когда ты не можешь, а кто-то может И ты еще не уверен в себе, и тебе кажется, что этот товарищ Он может тебя повезти Поэтому непонятно куда По крайней мере есть что обсудить Вот, но это только предположения Проечт 14 поддержал вашу раму на 100 рублей и сообщает Привет, привет Спасибо за Веркрай Спасибо за спасибо Добро пожаловать Мы начинаем смотреть первый матч первого полуфинала Блэйд бежит, но скорее всего за артефакт Нет, не за артефактом Он бежит добивать здесь кого-то Но он может, да, успеть Не успевает Ох, как неудачно-то Он бежал через су-карты для того, чтобы не убить ничего Блэйд начинает уже намагаться Арчи Оооо Действительно Спасибо тебе Погулил дальше корейку зря Ну, я не уверен, что стоит знакомиться То есть мне уже поздно знакомиться с таким контентом Интереса нет И сразу у тебя уже есть какие-то фильтры И ты через них не пропускаешь То есть если ты понимаешь поведение То тебе это не очень интересно Лучше знакомиться с аниме, говорит Пальто Это опасный путь Встав на который можно не свернуть Долго не сворачивать Что материала очень много Культурная такая развита И для себя можно что-то найти интересное Но Давайте к игре Крутится козел Видит Кобилов, подчеркивание, мебель Да, хорош Да, хорош У него есть еще висп на протектора На самом деле сейчас хороший момент для того, чтобы протектор доделать Не добил Блейд И ставится, кажется, база У Фогича сверху Под мастерской Кобилов, подчеркивание, мебель поддержал ваш канал Блин, я отвлекаюсь Давайте это самое Давайте я Кобилов, давай-ка без, пожалуйста, без донатов Прости, я не это самое Пытаюсь на игре сосредоточиться, это отвлекает Не хочу озвучка отключать совсем, чтобы не Чтобы какие-то тематические, не флут, сообщения все-таки проходили Вот Хорошо зачищает сейчас точку Фогич, но мне этого не показывает Опс тоже, видимо, как и товарищи-комментаторы Не очень Не очень Просто не очень Учитывая то, как Диорг делал разведку, его можно было спокойно застроить протекторами Он не парился вообще, не делал разведку справа Там вполне мог уже протектор достроиться и подходить И, ну, Фогич иногда это делает, иногда не делает Зависит от карты, зависит от оппонента Но в данный момент, конечно, оппонент позволял застраивать Вспомните Я буду периодически вспоминать, естественно, Лина Потому что, ну, потому что совсем другой уровень Вспомните, как пионы Пионы, гранты под покровом ночи Просто постоянно, постоянно ходят вокруг базы И смотрят, что происходит Блин, ну ёппер СТ Спасибо тебе, да Светоносный Вот пока все идет у Фогича очень хорошо Нычку ему не отменили Грантаун подрезал Кипер, извините меня, уже третий И перебивает еще благодаря совету Не-не-не, полный контроль вообще со стороны Фогича Приятно смотреть на игру Во-первых, у него на карте развешено все как надо Во-вторых, у него нет, ну, он не тратил вообще времени Когда нужно было, закрепил там Когда нужно было, закрепил здесь Когда нужно, поджал человека И сейчас хрена с два, орк нормально с базы своей выйдет И еще сейчас тырят артефакт с мага, скорее всего Офигеть, это очень круто Отведи их кота Ага, молодец Супер Пока там хантреска у него выигрывает время Он собирает просто второе Офигеть Очень круто Фоги играет Только книжку не взял Все, сейчас, в принципе, можно, зная, что противник может пойти только на магазин Взять алхимика и попробовать его там забрать Но, к сожалению, у нас дерево уже подходит И важнее поставить сейчас дерево, чем... О, просветка Хорошо, вторая прикопка Осидка И начинает угрожать Блэйду Блэйд пытается уйти Сейчас будет еще одна прикопка Не успеет Из-за спидскролла Все, уже дерево находится на XP Там нейтралы сорвались Но... 44 Сейчас потеряет еще какое-то время Хитман на проверку... Ой, не добил На проверку нейтралов рядом со своей базой Кипер харасит Недоконтроль Гранта Я даю от Гранта Да, по крайней мере... Ну, чтобы не терять здесь Немножко в темпе Хотя, чем шаманы в темпе помогают против... Против этого пака, где Голем есть Хороший висп И сейчас будет Крипджек еще Там бутылка, конечно, хорошая у Сахи Но здесь игра вообще закончится, может Капец Все, это ГГ Такое уничтожение Только кота под контроль, пожалуйста Да какой оверэкстендинг? Алло, здесь Сахани... А, нет, уходит Пурдж, Пурдж спасает Еще один Пурдж Блин, ушел Шадоу Хантер, конечно Хантер эска ушла Ну, до Грантов попытаться под... А почему, 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 почему? А, потому что кипер пустой по мане, он ничего не мог сделать Ладно, блин, не закончилась здесь игра Да выскочил Саха справа Не подблочил нормально, не подокружил Да и вышек было Ну, вот эти вот вардов Большое количество Хантерски не такие... Ну, надо было, конечно, крипджекать Все правильно сделал Фогич Жалко, что Хантерску понадавал Добавляет второй барак Здесь бы варды подрезать тоже Осидка кидается Саха не третий Там две минуты назад Комментатор говорит, что Здесь гарантированно Саха получит третий уровень Потому что там кот тот, ну, кобальда в центре забрал Или там что-то в этом роде Получил, называется, третий уровень Так, ставится база Диспл один Ну, в целом, ладно Там шаманы почти без маны Надо варды отстреливать Но момент-то опасный на самом деле Для Фогича Потому что коты биты И маны минус вся Ладно, блин Правда, бутылка Большую Саха Надо что-то сделать Ну что, восстанавливать Купить свиток И, возможно, попробовать через атаку Нычку убить И все Правда, его перехватят Потому что, видите, вард очень красивый Кипершопится мимо троллей Да Здесь опасный момент для Фогича Потому что коты очень биты И придет сейчас списываться И запуржен за все Не, не отдает просто кота Уже ситуация похуже, друзья Да, у нас база раньше Это все Плюс хороший Штампуются арчи Но не делается играть на Т3 То есть Фогич собирается На Т2 давить по таймингу Да Понял, что здесь вард Молодец Хотя, может быть, он сканил вообще Блэйда И случайно нашел вард Скропспид Еще одного кота теряет Это СХ третий Блин, вот 4 кота мы потеряли в общей сложности Ни за что Очень много бесцельных беготней Капец Но он штампуется на мейне У него армия-то на самом деле на базе У Фогича лимита больше Вот, но это, блин, не повод было 4-5 хантресс отдавать Сейчас возьмет виспов Попробует по таймингу Проатаковать экспант Но там бетон и вышки Там телепорта нет Телепорта нет у орка Надо врываться Но нас убивают экспант Пошел делать телепорт Не все успеют телепортироваться, скорее всего Охренеть Да Блин, комментаторы вообще не видят, что происходит По карте бежит 5 юнитов И такой провал Блин Испаем Они вообще не следят за игрой Там пол армии не степешилось Вообще ноль внимания Сейчас можно экспант потерять Потеряем эксп Светоключения Ну не телепортом Тут можно Одним сражением выиграть Бабушка Муна, привет Может отбиться Он отбьется, скорее всего С экспантом под бетоном Ай Так Ну, потеря Хантрес Кривой телепорт Тут как бы серия ошибок грубых Да, граде 2-2 хорошо Но Фогги идет в оллайн просто Если посадить Лину вообще за Хитмана Он вообще тут не проиграет никак Просто никак не проиграет Что? А Хитман вместо того, чтобы просто идти разводить Просто бежать Ну, а что, пока Арчи будут убивать этот бетон Ты с Грантиками нормально будешь врываться Имея экспант Да, Хитман не это самое Не пользуется тем преимуществом Которое у него есть по игре С точки зрения Игровой, так скажем, ситуации Но погнали Скроллов Скроллов в спид Блин, протекшн пошел Неплохой инвол Но Блейд нарезает скритами Гад Там есть еще свитки лечения Козла проблема Минус Грант один Сейчас можно попробовать Плейдау бить Минус Хантреска Минус Блейд сейчас будет Отлично Блин, Хитман такой лопух тоже Да, давай заказывайся Сейчас со своим экспантом Что ты сделаешь Блин, повезло, что противник Но, понимаете, сейчас Ну, любой из азиатских орков В такой ситуации бы не стал Идти крепиться Просто не стал Потому что у тебя есть бетон У тебя есть защищенный экспант Ты убил экспант у эльфа Что же будет делать эльф? Давайте зададимся вопросом Будет ли он крепиться? Вряд ли Будет ли он ставить экспант Догоняющий Арковский И выводить в лейд? Маловероятно Он будет пытаться тебя пушить, блин Но еще не продавил Фогич, к сожалению, теряет Арчей Да может все равно отбиться Чего? У него экспант-то рабочий Сыха на четвертого уровня, блин Хороший диспол Надо сейчас прям очень хорошо контролить Не знаю, справится Фоги или нет Влетает второе лечение Работает очень хорошо Блейда пять Минус гранты Вроде как Фогич справляется Алхимика жалко Блэйд минус Алхимик А там стафа нет До магазина надо добегать Шаманов надо подфокусить Они пришли в самую гущу Минус кодой Начал фокусить ГГ Слава тебе, господи Господи, но Фоги Фоги с этим С этим телепортом кривым Который комментаторы даже, блин, не заметили Капец Ну, такие телепорты бывают Если ты торопишься Торопишься на базу На свою То есть надо было реально Улетать туда побыстрее Но Они даже не заметили этого Просто Фоги опять Вот с такой игрой Знаете У тебя все четко-четко-четко Потом хопа Беготня Две минуты Потеря почти всех хантрес Которые у тебя были Потом кривой ТП И все И ты оставляешь себя Только один выход из ситуации У него вот реально была Была Ну, была только одна возможность Это одной атакой задавить И опять же Хитман, который идет после этого Крипится Вот он убил базу И он идет крипится Крипится, Карл Крипится С бетоном С экспандом Зная, что Ну, догадываясь Что Эльф сейчас пойдет вулын Он идет крипится Повторю Линбы Или любой другой там Типа Флая Неважно Любой там топ-5 орка Возьмите Просто по-другому Он Он бы старался Избегать сражений Как можно дольше То есть Пусть эти арчи С двумя грейдами На атаку Пилили там базу Заказываешь пиладж Идешь убивать Идешь разводить И все А золото копится Динамик у тебя лучше По убийству базы Хитман Бобер, короче Бобер Пропиши Усатому страйк Невнимательны Они очень Хитман топ-5 орк Говорит Волкер Это говорит о большой разнице Между Между корейскими орками И Да Кто-то премки раздавал Говорит Стрич Не знаю Может быть Не, не вижу Никто не раздавал пока Ну хорошо World Wide Ranking Кстати Хитман вообще пятый Вот это да Вот это да Ну может быть Ему как раз опыта не хватает Кто-то говорил Что Что товарищ из Старкрафта 2 Пришел Ему всего 22 года А некоторые ситуации Которые кажутся очевидными Для Для Там линов всяких У Арчи без грейда Дальность как у Финда Ой, я не знаю Сколько у Финда То есть у Арчи 500 У Финда 550 Жизней А вот дальность какая Наверное В районе 500 Да Финд 550 У него и рейндж Такое же И количество здоровья Такое же Начало хорошее для нас Все равно Я немножко Расстроился Что Фогич После После великолепного Начала Начал Пошел Пошел ошибаться И почти упустил игру На недавнем ивенте Хитман Фоги Хавк Кэш против Китая Хитман больше всего Игры с лоу тащил Ну, значит У него Еще сильных сторон Больше Чем Чем Ну Чем 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 Фоги Не задерживается На первой точке Видимо Потому что Можно здесь Собрать Того же самого Гранта Там все время Шутили Что все Не очень Только Хитман тащит Да Я помню турнир Не смотрел Но видел Что Процесс Потому что Там несколько этапов Было Формат Интересный Фогич Хорошо Застраивается Кстати Интересно Зачем Он Как На минус Не доконтроливает Фогич Чуть Чуть Арчун Не Зевнул И Пион Может Сейчас Подблочить Ей Крайне Сложно Будет Сейчас Уйти Отсюда Еще Блэйд По ее Душе Идет Вопрос Обойдет Ли Она Пиона Или Нет И Последний Удар Бах Красиво Там Скорее Логика Какая Была Почему Почему Фоги Допустил Ошибку То есть Грант подошел Позже Чем Ну Сначала Был Пион Против Арчи И он Отвлекся И начал С контроля В другом Месте Ну Идет Алерт О том Что Там Кого-то Бьют Ты же Знаешь Что там Арча С пионом И он Не может Много Дамага Нанести А потом Когда Посмотрел Что Подошел Еще Грунцер На помощь Было Уже Слишком Поздно Хитман Больше Баллов Принес Чем Фоги Кстати Говорят 6-5 У Хитмана 5-3 У Фоги Да Меня Настораживает Вот эти Вот Три Человека Которые Вышли У Фогича С базы Это Не застройка Или протекторами Тебя Магазин Не смутил На той точке Нет Блин Сейчас Сейчас Немножко Расстроится Кажись Он Кажется Не разведал Магазин Виспами Ну то есть Не разведал Ни козлом Ни виспами То есть Он не знает Что там Такой экшен Ну У Фогича Есть несколько Как бы Заготовочек Так скажем Противорков В зависимости От По настроению Знаете Сегодня ты Ты загадочный Да Сегодня ты ставишь Три протектора Просто Сегодня у тебя Настроение Такое Прозвиваться Ставишь Экспанд Блэйд 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 Уже Третий С очень Хорошими Артефактами Когти Серклетка Да я Начинаю Переживать За Фогича Он В какую-то Аркаду Собирается Еще сыграть Опять Графон Варкрафт 3 Пропатчили Четкость На уровне Ооо Козлу Накидывают Накидывают Не Виспы эти обречены Я не знаю Чего они здесь Крутятся Виспы крутятся Лес мутится Понятно Все Пошли протекторы Он увидел Что Ой Грамотная Застройка На самом деле Он Нет Ночью Нет Хантреска Почему Грамотная Застройка Потому что Хантреска Увидела Как СХ Подкрепил Зеленую Точку И ушел Вправо Вниз Но сейчас Блейд Может увидеть Хотя Блейд Рядышком Трется Вопрос Успеем ли Мы застроить Или не Успеем Блин Каждый раз Когда фоги Делают Такую Халяву Ты переживаешь Потому что Так Мил Есть Но Вообще С четырьмя Протекторами Можно и барак Убить до того Как первый Этот Появится Все Да Катапульта То не будет Это ГГ для Орг Если он Сейчас Что-то Дикое Не придумает Это ГГ для Орг Но он Теряет Барак До того Как Катапульта Появляется У протекторов Колоссальный Урон Но если вы думаете Что это Халява Что это Дисбаланс Напоминаю Что в уроке Протекторы Стреляли Сидж уроном И у них Был еще Фортификейт Армор Когда они Выкопанными Были То есть ты пропускаешь Протектор И все И у тебя На базе Урон Сейчас Представляете Что урон Увеличивается Сейчас в 6 раз От протекторов В данный момент Минус Боро Ну не надо Не надо лезть Просто сейчас Убиваем Ему Барак И все Магазин ставит Молодец Главное Сейчас Не Не нырять Внутрь Сильно Виспы Где Фогич Блин Ну куда ты Подставляет Хантрес Блин Хантрес Должны стоять За протекторами Вообще В такой ситуации То есть Если противник Врывается Протекторы Должны танковать А не Хантрес У них Как бы Ну вот Посмотрите Демолишер Катапольта Работает Арчу отдает Блин На ровном месте Фоги Ну контроль Пожалуйста Понимаешь Ну хантрес Про контроль Снизу На ровном месте Отдает Просто На ровном месте Да ты что Сейчас Доделается Катапульта Катапульта Выходит Это уже Плохо Блин Отбиться Может уже Теперь С демолишером Блин Надо чинить Конечно Виспами Справа Надо Сейчас Мейн Видимо Перекапывать Левый Протектор Переходить Ближе К мейну И Атаковать Мейн Вопрос только в уроне Друзья Ну Фоги Тут тоже Опять Блин Растерял всю Свою армию Протекторы Живые Виспы Живые В хантреске Арчи Иногда Танковали Просто Не за что То есть там Без пурджа Без всего Чини протектор Алло Опять ругаться Начинаю На Фоги Еще Отобьется Скорее всего Ворчей Перешел Это правильно Да Еще бы пошел Дерево И жрать А не В основном Очень Сейчас добивает Протектор Че там По рабочим Алтарь Почти Все Убивается Да Ты вообще Ну бас Барак Он не заметил Внизу Ну вот И в такие моменты Тоже Сдаешься вопросом Нахрена Ты там Отдавал Просто Хантреска Хантресок Нахрена Ты отдавал Арчей На ровном месте Просто Живые Протекторы Орка Нихрена Нет Ты отдаешься Все Это минус Застройка Я бы вышел Протекторов нет Там 3-3 У нас 3-1 Перспективы в этой игре нет Сейчас мы даем Последний типо бой Минус Алхимик Четвертый Блейд Фоги не сдается Убивает Шамана О господи Фоги ничего не сделал Типа Фоги Ну короче Не сделал ничего Не совершил ошибок Говорит комментатор И в этом-то и дело Там Бла-бла-бла Что ты несешь Просто что ты несешь Ну ё-моё Нет, блин Не надо что-то с комментаторами делать Он говорит Он говорит, что Лин бы не отбился Флай бы не отбился Мама бы не отбилась Ну как Ну что это такое Что это за Это хреновая игра От Фогича Уже победная была Блин Да какая разница Тут не будет окружения Тут игра закончится скоро Блин Там 4-4 героя Против 3-1 Только не надо сражаться На самом деле Здесь особо орку В этом нет необходимости Хотя и так он справляется Ё-моё Говорит, без ошибок Сыграл Фогич И Лин бы не отбился Кто их Кто их Как их Ё-пэр СТ Ну Фоги скорее всего Даже во время игры Понимает Насколько Все было не очень С его стороны То есть План Сработал Все четенько Но когда пришло время контролить Он не контролил Так как надо было контролить Вот и все То есть пока Минус барак 50 на 30 лимита Забейте Это 1-1 Да расстройство 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 У Лина четкий раб Ходит в кусты Проверяет Да Лин бы скорее всего Просто не дал построить Такой халяве Просто не дал бы построить Потому что Он параноидально проверяет Все эти протекторы Особенно на дуэльных картах Минус грант Там сейчас пятый блейд Будет уже на третьего козла И первого алхимика Ну он отступает чисто к катапультам Потому что там идет осада Все ок Ладно Главное Главное В следующей карте Справиться На пятом фоге выйдет На пятом блейде То есть еще один килл Пятый блейд И все Иливаем Вот час Нет Нет Фоге Фоге сопротивляется Капец Молодец Начал контролить Заставляет отступить Алхимик умер Но дает бой Фогич Молодец Криты на 230 Арчи в шоке Нырнул немножко козлом Надо мана восстановить Схем Продолжать атаку С таким блейдмастером сложновато Фоге понимает Пишет ГГ выходит Ну блин Ты говоришь халява Фоге отлетает Ну вот поэтому я и расстраиваюсь Что исходные данные Очень хорошие То есть Четыре протектора Сопоставимый лимит И отставание только На второй По второму герою На один уровень Это как правило Конечное для орка Но Можно было строить дополнительные протекторы Там лучше все-таки в армию вкладываться Взять виспо В армию вкладываться Потому что протекторы все-таки строятся долго Кажется в районе 50 секунд И у тебя как раз есть вот это вот окно В минуту с небольшим До первого До первого До первой катапульты Пуша заканчивается Когда кота выходит Я полностью согласен с убийством С убийством Боро С вырыванием И там надо было разменять какое-то количество здоровья Для того чтобы Боро ушатать Чтобы сапплай блок был Это все отталкивает Оттягивает появление первой катапульты Но То как он сражался В процессе Даже не за Борак А просто вот На ломы были орка И он вылетал вперед От протекторов отходил И И терял хантрес Терял арчи И А потом ему дамага уже не хватало Для того чтобы тот же самый Тот же самый Борак убивать У него же осталось две хантрески Несчастные Короче Кстати говорит Фоги Если надламывается Дальше тушите свет Это что-то с психологией Ну ему действительно сложнее Сложнее камбычить То есть он чаще Чаще выигрывает Начиная с победы Почему эти двое напоминают мне Бивиса Батхина Не знаю Но Хитман непрост Знал что делать Из крайне сложной ситуации Сумел выбраться И решающая третья Карта Тайтхантерс Здесь очень легко поставить экспанд Карта в общем-то эльфийская Халявит здесь Нет Особо потребности Я думаю Фоги будет ставить Эксп через Наверное Сразу будет ставить эксп Я имею ввиду не издалека А с первой совой Уже убивать И ставить там А у них бы пять в полуфинале Слава тебе Господи Хотя может не слава Не слава богу Потому что Ну вот кто его знает Сейчас Да-да-да Семифинал Семифинал Our best of five И каждый раз Когда видишь Вот какую-нибудь халяву У тебя начинается Уже вот эта вот тема Что Блин Это почти всегда 50 на 50 То есть когда Эльф идет Вот такую вот вещь Делать Почти всегда 50 на 50 Потому что Ты не знаешь Разведывает Грубо говоря Орк Или не разведывает И даже если не разведывает Видите Есть еще ауты у него Ну и когда человек делает Какой-нибудь такой Психованный Ол-ин Ну без Без возможности На адекватное Продолжение Светлояр Подержал ваш канал На 100 рублей И сообщает Так Михаил Так А можно с тобой Покомментировать Молот Тяпчик Молот Я комменчу Только с проверенными Психами Ааа Варкрафт Их никнеймы Начинаются тоже С буквы С Конечно Но Но нет Мне не очень Я вообще не это самое Человек не социальный Поэтому Дистанцируюсь от новых людей Шаве Старго говорит Я готов Сокол отказался А ему не предлагали сегодня Вот Спасибо за предложение Ну я пас Отвлекаться будем Знакомиться Я тебя троллить начну Ты молодой Можешь не понять Расстроишься Потом комплексы будут Шаве Так вот Привет Крендель О Крендель Это не тот А со мной Говорит Виоби Тут другой случай Я не буду с тобой комментировать Потому что знаю тебя Поэтому Блин Арчу жалко Черт жалко Арчу Так Хороший блок Да Вот эти вот Маленькие победы Вот И что я хотел сказать еще Когда ты видишь Что человек улынет Это значит что Ну либо он хочет Это значит что он Уверен Не уверен в своей Игре стандартной Вот Может быть он уверен В халяве Но это неадекватная Оценка Оценка Халявы Вот Ну иногда бывает Такое что ты ведешь 1-0 И можно проверить На дурачка Проверит ли он Ничего страшного Потом выиграем Как-то так Живак говорит Меня ты не знаешь И мы ровесники А и ставит базу Фогич Видите Вдалеке Хитман недавно сказал Что хочет Что мы ему сразу Деньги за Дримхак И мейк Вели за топ-1 Потому что он Раков местный Все равно обыграет И это будет Никому не интересно Напомню Хитман отлетел От кранчера На финале На Дримхаке За 10к баксов 1-3 Неплохой трэш-ток Получился Дорогой Ну обычно После таких вещей Ты получаешь Ой, как же криво Хитман Крипит Вообще Он пирсинговый рон Под гранта подставил Там где-то Икс 2.5 Он получал По сравнению С Ну с учетом Армора И с учетом Типа брони Да Подрезаем Гранта Удачный момент Плюс мы Отвлекаем еще Противника От Ой, добил Ой, добил Жук Еще есть место Для протектора Наверху Весьм не просто Так крутится Там Он может стать Протектором Если захочет Но Он уже должен Строиться Поэтому У гранта Тяжелая брони Мой пирсинки Страшен ли я краб Ну Тяжелая Действительно Соточка Но по герою 50% А потом Ты еще Прибавляешь 6 брони Получается Еще процентов 25 Выиграть За счет брони У грантов У же единичка У них там Совсем С бронем Беда Вот И получается Что пирсингом Лучше Танковать героя Чем тяжелым Ну Если конечно У тебя герой Не битый Или Тебе он Прямо Зачем ты Сейчас Не нужен Ну Срочно Живой Например Здоровый А так Да Хантресом Еще болючее Конечно С Арнарморт Это Это Понятно Просто Бэм не вытерпит Весерон От той точки А ему Не нужна Была Вся точка Он Крипал Только Голубого Огра И потом Когда он Вернулся На это место После старта Крипинга Он видел Подконтролил Грунцера То есть Скорее всего Это была ошибка Просто Ну видимо Стандартно Пошел Крипиться А потом Подменеджерил Что-то Разведочек Какой-нибудь Сделал Или на базе Построился Когда вернулся Грант Уже 300 хитов Лишнего Научал Немножко Нам задерживают Шахту Но Грант Грамотно Были оставлены Что Разведут Во-первых Блейда На О-о-о-о-о-о А там Бутылка у него есть. Но он под совой просто уходил. Если бы чуть-чуть позже, на 5-6 выстрелов, а это пара залпов всего лишь, то Блэйд мог не уйти. Пока Голубого Огра даже убивать будет, не вытерпит. По хитам, когда он наступал, все ему хватало. Так, Хантрески бегают за Блэйдом, перебивают ему лечение, нам не показывают, но Блэйда там вообще серьезные проблемы со здоровьем. Его вообще можно перехватить по центру. Кто добил? Вот сейчас бы почувствовали, представляете? На просветке нет. Чувствую, не чувствую, а сделать ничего нельзя. Осидка хорошая. Попытка добить гноля. Гноля. Ай-яй-яй. Ай, почти, почти. А, получил все-таки, да? Хорош, хорош. Это очень хорошее продолжение. Блэйд, во-первых, сейчас раненый. У нас прикапываются. Минус грунт еще. Собрать варды ради экспы. Всегда не понимал, почему явно магические создания, а стихия бит обычным уроном. А фейрлорды, дракончики эльфов. Но это притчащим битамбис от магии. Есть мнение, почему так. Нет. Нет. Когда эти юниты, ну, большинство из тех, что ты перечислил, вводились в игру, уже было у Близзардов понимание магического урона, потому что, что бисмастеров в ТФТ появился, что фейрики, что змейки, кстати, тоже. У орков же стандартно только три героя было, как и у всех остальных. Сыха появился в ТФТ. Ну, магический урон сложнее балансить, может быть, поэтому. То есть, если он появляется рано в игре, это сильно может повлиять на криппинг, потому что у большинства врагов тяжелый тип защиты. Давай, контроливай хантреску. А, пурдж. Блин, хантреску жалко. Сыха-то уйдет или не уйдет? Прикопка есть, но на спидаху уходят. Но очень битые шаманы. Еще грант. Нет, вырыв просто топовый. Подблоч! Хорошо контролят. Привет, Куси Дума Слайер. Фестфрейм говорит, грустно что-то читать такие новости про Близзард на ГГ. Да, Близзард превращаются в корпорацию, в Activision. Или уже превратились. Люди ливнули. Важное было перекупание из единственного магазина на карте. Свитка лечения. Это чуть ли не определяющая сейчас сражение штука. Свиток. Ой, молодец. Виспы подходит. Минус грант. Хорошо. Нычка делается, контратака готовится. Еще минус. Нет, грант выживает. Там второй свиток не появился у нас, случайно появился. И он выкупил его. Красава. Два события, которые, скорее всего, приведут Фогича к победе конкретно на этой игре. Ну, я не говорю о том, что это стандартный эксп, уже очень хороший, не нахорошенный, классный по таймингу. Не говорю, что там еще три делается. Но вот за счет отмены экспанды, за счет выигранного сражения по центру, тут прям серьезнейшее преимущество у Фогича сейчас. Красава. Что там с борьбой против Вера в победу ослабла? Не-не-не-не-не. Я уже думаю, что в следующем трое делать. Я просто обещал паузу сделать после трое. И видите, подвернулся неплохой турнир сегодня у нас по варику. Завтра мы поиграем, скорее всего, в героев. То есть три дня у нас будет пауза. Ой, Хитман пытается нахалявить с постоянным, с построением экспанда. Но пока он докрепливает, у него на базе проблемы виспы. Шикарно диспелится. Даже нет сплита шаманов. Нет сплита шаманов. Все, это ГГ. Он здесь даже проиграет. Свиток мы, к сожалению, профукали. Пытается тыкнуть с героем. Очень все битое. Главное, не нырять внутрь. Хотя барак можно подрезать. Став на Алхимика. Да, и Мага занят ГГ. Отлично, 2-1. Молодец. Ближе к стандарту игра. Ну и ты спрашиваешь, зачем ты халявишь с протекторами? Ну, может, карта такая. Ты хотел сказать два дня, ведь сегодня тоже считается. Вообще, мы могли и вчерашний день посчитать. Домой Хитман. Еще раны, у них Б5. Во, другое дело, да? Четенько, без халявы, уверенно. Да и можно и дни до начала XCOM 2 посчитать. Обратный отчет, да, на трансляции крупным текстом. До XCOM осталось. До спасения Земли. До новой попытки спасения осталось. XCOM меня, конечно, очень захватил. Такой челлендж хороший. И столько возможностей в игре. Глаза разбегаются. До 9 часов отдыха хватит, говорит 3.com. Гоу после Турика, первый новый трой. Не-не-не-не-не. А в каких героев? Татиком спрашивает. В четвертых героев, пятая компания четвертых героев у нас. Проупыря. Андедовская. Мы ее стартанули, прошли первую миссию, начали, кажется, вторую. И, собственно, переключились на XCOM. Это Фонгий's favorite map in the world, for sure. He always vetoes it against HAPPY, for instance. Да. Да. Да, да, мы не really see Northern Isles a lot, но эта map is always pretty entertaining when it comes to this map. Что-то Хитман молодой какой-то орк. 25 написано лет. Кто говорил, 22 года. 25 лет. Погнали. Ну, сейчас главное не залить, ровненько все сделать. Мне почему-то кажется, что если Фогич бы посмотрел демки, посмотрел, что товарищ не особо разведывает вокруг, можно было через АП, ну, через протектор открыться здесь. Потому что, ну, потому что хороший напряг, если протектор пропускается, как правило, всегда L в плюсе. Сколько дополнений к XCOM 2, Лингу Глицпаса? Ну, дополнение там только одно. Это War of the Chosen, официальное. А есть еще дополнение. Ну, в смысле, этот мод, модификация. Long War 2. И он как раз игру с точки зрения сложности, баланса, очень сильно меняет. Ну, и там большое количество нужных модов. Можно сверху и нужно сверху поставить. Особенно, если вы собираетесь играть без сейвов. Без некоторых модов почти нереально пройти игру. Ну, типа без Готчи, что тебе показывают, где ты спулишь противника, где ты не спулишь при вижене, чтобы клетки не считать. Нед говорит, как же я рад варику, ты не представляешь. Добро пожаловать на трансляцию, Нед. И рад видеть тебя в варике. Ооо, вообще приятно. Смотрим за Фогичем сегодня. Сегодня два полуфинала, финал. До конца. Да, бивает. Хитман. Видите, Висп есть. Висп увидел пробегающего Блэйда. То есть Фоги знает, что бежит Блэйдмастер. И бежит Гранд. Фуфай сегодня катнем. Вопрос, во сколько закончим. Ну, учитывая, что сейчас 21-20, я думаю, что не к отню. Вообще поздновато они начали из-за, видимо, вчерашнего матча, перенесенного на сегодня. Кто-то из папашек прошел, и один зарубежный стример прошел, и отроди сейчас идет уже из наших к финалу. Возвращается Гранд. Ну, козел, не танкуй Блэйда, пожалуйста. Проверяет протектор сейчас. Ну, время еще есть, чтобы его поставить. Да, и проверяет слева. Похоже, что Хитман смотрел просто демки. Хотя на островах Эхо, например, Фогич не в первый раз протекторами застраивает. Да, и он пошел сделать. Вис пошел слева, справа, не знаю как. Мелькнул, ушел влево. Будет строить или не будет? Похоже, что будет. Да, строит. Так близко, ё-моё. Так он же видимый, нет? Он же видимый. Протектор. Там рабочие его видят. Фоги не увидел, не смотрел, где рабочие добывают лес. И, соответственно, не ожидал, что с той стороны будет так палевно ставить. Ну, протектор, да, напрашивается, конечно, но уже поздновато. Потому что уже поздновато, поздновато, поздновато. Пошла база. Иллюзия. Вот это плохо. Это отмена экспанда. Блин. Иллюзия там разваливалась через пару секунд. Ну, он даже без телепорта забирал, просто чуть позже. Фоги это понял сразу, ну, что он никак не помешает. И пошел... Пошел вытаскивать артефакт. Легкая аркада. Потому что Блэйд может успеть здесь. Ну, покажите, блин, вот кто там сидит на опсе. Хорошая прикопка. Просветка, беги отсюда, кот. Минус арча. В целом, наверное, оно того стоило. То есть, размен сопоставимый. Правда, Блэйд снова сейчас бежит отменять очевидную базу. Хантреска подблочила. Хорошо выигрывает время. То есть, очевидное место, очевидный мув от Блэйда. Очень хорошо развел. Сейчас выиграл. Выиграл несколько ценных секунд. Насколько имеет смысла строить катапульты на всякий случай и таскать вместе с армией? Очень по мобильности ударяет. Очень дорогая. И учитывая то, что у тебя есть контракт к котам, и ты все равно свитчишься в арчей, как эльф, тебе эта катапульта вообще... Орку не помогает. Серьезно? Ты думал, что здесь Блэйда можно убить? На ровном месте просто кричит. Как бы Блэйд, очевидно, оттуда уходит. Вообще никак не останавливается. То есть, маны есть, вендбок есть. Как бы, жизни есть. Оценка ситуации. У бобров странная. Сейчас можно было бы неплохо подловить на Криппинге. Есть, и там сетка. Ой, хорошо, Шамана, 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 быстро. Отлично, минус Шаман. Причем он знал, куда бежать. Это не аркада. Он в ардом видел. Дерево... Про дерево мы вспомнили сейчас. Дерево побежало. Халявная вышка, ее отменяем. Очень хорошо контролит ситуацию варды. Подрешали на этой карте очень. Да ладно. Телепорт делать надо. Хотя нет, виспы идут. Вообще не подойти. О, это очень круто было. Трики, здравствуй. Ой, сто лет не писал. Здравствуй, Трики. Да, телепорт жалко. Ай, виспы, виспы. Больно, больно. Но козел прикрывает. Третий. Основная ч... Ой, большая бутылка маны. Саха третий. Ситуация опасная для Фогича. Конечно, мы контролировали и отменили вражескую базу. Сейчас нужно еще прочекать в очередной раз. Хилвард прекрасно. О, скрипджек, вот надо валить отсюда. Ловит кота. Кота жалко. Что? Что ты несешь? Господи, почему я их слушаю? Капец. Он говорит, что Фогича здесь никак не отбится от этой атаки. Я не понимаю. Там отменяют протектор, к сожалению. Начинают отбивать отвлекающий протектор. Стандартная атака. О, а протектор-то достроился. Немножко не рассчитал. Немножко не рассчитал. Начинает атаковать. Ой, персоналка. Ой, сейчас Блэйд поможет. Нужно в атаку, в атаку, в атаку, в атаку идти. В атаку там наверху. Да здесь не успеет уже, понятное дело. Атаку покажите. Ай. На экспанде непонятно, что происходит. На мышке сидит тоже, ну, бас какой-то. Да, слушайте, тут Хантреску мы потеряли. Атака это была со стороны орка. У Фогича есть проблемы. Он пытался перебить этот... Нет, СХ умирает. Красиво. Свиток лечения. Ох, забайтил на Хилвард. Красиво, красиво. Вот это прям классно было. Минус-минус гранты. Хантреса вроде как подконтроливаем на последних. Лечение пошло очень хорошее тайминговое. Так, ну все, теперь в наших руках инициатива. Мы можем контратаковать. Фоги тут же выходит из лимита. Переводят. А что там по свитку? Свитокорг перекупил, к сожалению. Пытается сейчас что-то взять. Персоналку взял. Тролль какой-то справа вписался в нас. Что этот... Себе позволяет. Ерунду опять говорит, что по мейну будет стрелять. Он пришел драться сюда, а не халявец. С такой армией против Орка тыкать базу. Неизвестный поддержал наш канал, Наста. Знакомые, знакомые комментарии. Майкер, спасибо, что ты есть. Да, да, да. И твоя платформа. Спасибо, неизвестный, за напоминание, за высокую оценку нашей платформы, нашей с вами платформы. Блин, свиток не хватает. Свиток взяли. Свиток все-таки у нас был. Дождались. Блэйд умирает. Не, не умирает. Свиток вынужден юзать. А может и умирает. Умирает. Изявый. Инвула не было. Без инвула крайне сложно. Где-то там плачет один сокол, кстати. Возвращается алхимик. Арчу немножко подставили, но диспала нет. Лимит равный. Без блэйда будет сложновато. Протектор такой провокационный. Дает нормальную позицию сейчас Фогичем. Ну отменять-то его надо. Ты чего? Минус грант. Один, минус второй. 56.45. Шикарно. Кажется, заканчиваем игру здесь. Кажется, заканчиваем. По пиону было видно, что... Хотя нет, не было видно. А сейчас можно, кстати, тыкнуть. Да, не обязательно. Нет, тыкает. Тыкает. Да, молодец. Фоги в финале. ГГ. Напугал у нас немножечко...